Король-Лев. Сказка. На процветающих землях Прайда царили мир и справедливость. Правителем этого уголка бескрайней саванны был мудрый Муфаса, а его заботливая жена Сараби была королевой. Их новорожденный сын Симба в будущем должен был занять место отца и стать королем львом, но до этого дня было еще очень далеко. А пока львенок был еще совсем мал, мандрил Рафике, обсыпал Симбу золотую пыльцой, приносящей силу, и поднял высоко-высоко. Обитатели земель Прайда радостно приветствовали будущего правителя. Вся саванна ликовала, но не все участвовали в торжестве. Шарам, младший брат Муфасы, мечтал о власти. Он надеялся, что именно он станет королем. Но тут на свет появился малыш Симба, и планы Шарама рухнули. Однажды Муфаса повел Симбу на вершину скалы предков. Когда-нибудь эти прекрасные солнечные земли будут твоими. «Это наше королевство», — гордо сказал отец сыну. «Какое оно большое! А что там?» — спросил любопытный Симба, указывая на земли, покрытые тьмой. «Это земля теней. Ты не должен ходить туда. Это опасно». «А я думал, что король может ходить везде, где ему хочется. Разве нет?» — спросил Симба. «Быть королем — это намного больше, чем просто делать то, что тебе хочется», — торжественно сообщил Муфаса. «У короля очень много обязанностей». Когда Симба встретил Шарама, он гордо объявил. «Отец сказал, что когда-нибудь я буду управлять целым королевством». «Правда?» — сквозь зубы процедил Шарам. «Отец показал мне землю теней, но он запретил мне ходить туда», — с досадой проговорил Симба. «Конечно, отец прав», — воспрянул духом Шарам, радуясь, что придумал хитрый план. «Слоновье кладбище не место для маленьких львят. В такое мрачное место может отправиться только смелый и отважный лев». Шарам знал, что это сработает. Симба захочет доказать, что он смелый, и, несмотря на запрет отца, малыш отправится на опасную землю теней, где так много жутких ловушек. Шарам не ошибся. Симба, воодушевленный словами дяди, решил исследовать загадочные земли, где так много опасностей. Принц уговорил свою подругу Налу пойти вместе с ним. Вскоре львята оказались совсем одни в полном мраке на земле теней. «Как страшно!» — еле слышно прошептала Нала. «Это слоновье кладбище, о котором мне рассказывал дядя. Давай подойдем поближе. Не бойся, со мной ты в безопасности». «Наконец-то я вас и нашел!» — неожиданно раздался голос Зазу птицы-носорога. «Куда же вы убежали? Пойдемте скорее домой! Тут очень опасно!» «Опасно?» «Да тут прекрасно!» — восторожно прокричал в ответ Симба. «Я люблю опасности, и я ничего не боюсь!» «Хи-хи-хи-хи-хи-хи!» — внезапно послышалось еще несколько голосов. Из-за груды слоновьих костей показались три гиены. Это были Бонзай, Шинзи и Эд. Гиены сразу узнали Зазу советника короля Муфасы и догадались, что перед ними наследник трона – малыш Симба. «Похоже, у нас будет королевский обед!» – произнес Шинзи. «Я бы не отказался от ножки льва!» Или даже от двух! – облизнулся Бонзай. «Хи-хи!» – захохотал Эд. Который только и делал, что смеялся. Львята бросились на утек, но гиены преследовали их по пятам. И вдруг раздался оглушительный рев. Гиены в спешке разбежались, а из-за скалы появился Муфаса. «Ты нарушил мой запрет!» – строго сказал Муфаса, оставшись наедине с Симбой. «Вы с Налой могли погибнуть!» «Но я хотел доказать тебе, что я такой же смелый, как ты!» «Я не рискую жизнью без надобности!» – сказал король. «Но ведь ты ничего не боишься, и я хочу быть таким, как ты!» – объяснил отцу Львенок. «Сегодня я боялся потерять себя», – признался Муфаса. Отец и сын сидели рядом и смотрели на звездное небо. «Папа, а мы всегда будем вместе, правда?» – спросил Симба. «Видишь эти звезды? Это наши предки смотрят на нас. Когда тебе будет одиноко, они помогут тебе, и среди них буду я». Шрам был вне себя от злости. Трусливые гиены упустили Симбу, и его план провалился. Но поразмыслив, он предложил гиену сделку, которая могла сделать их смелее. Если гиены помогут Шраму стать королем, он обеспечит им сытую жизнь на землях Прайда. И вот однажды, следуя своему новому плану, Шрам заманил наивного Симбу во враг. Малыш даже не заподозрил обмана. Ловушка была готова. Когда Шрам подал сигнал, три гиены погнали огромное стадо антилоп Гну во враг. Гну обезумели от страха и ничего не видя неслись прямо на Симбу. Маленький львенок цеплялся за деревья, но под его весом ветви опускались все ниже и ниже. На помощь Муфаса! Симба в беде закричал Сазу, заметив малыша в клубах пыли. Еще секунда, и Симба упал бы на землю, и бегущие Гну растоптали бы его копытами. Но Муфаса вовремя подхватил сына и перенес его в безопасное место. На мгновение Муфаса скрылся из виду, а потом Симба увидел, как его отец падает и исчезает в облаке пыли, которое подняли бегущие антилопы. Когда вокруг все стихло, а пыль осела, Симба смог разглядеть отца. Бездыханный король лежал у подножия скалы. Но малыш даже не догадывался о том, что это шрам столкнул Муфасу с обрыва. «Что ты наделал? Это все из-за тебя!» – гневно сказал шрам Симбе, притворяясь, что скорбит. «Я не виноват! Это произошло случайно! Папа хотел спасти меня!» – оправдывался Симба, глотая слезы. «Тебе никто не поверит! Все будут винить тебя в смерти короля! Я тебе этого не прощу! Беги, Симба! Беги и не возвращайся, если жизнь дорога тебе!» – грозно приказал шрам. Шрам с радостью наблюдал, как Симба исчезает вдали, а потом он приказал гиенам догнать и убить левенка. Однако гиены не погнали за принцем. Они были уверены, что маленький Симба не выживет в пустыне. «Это пустая трата времени, а на землях Прайда столько еды зловеще!» – проговорил Шэнзи. «Ты прав! Зачем что-то делать? Лучше наедимся до отвала!» – облизнулся Бонзай. «Хи-хи!» – захохотал Эд. «В пустыне было жар, как на раскаленной сковородке. Симба упал на сухую потрескавшуюся землю. Над ольвенком кружились тервятники. Скорее всего, Симбу ждала бы мучительной смерти. Но, к счастью, его заметили двое весьма добродушных приятелей – Сурикат Тимон и Кабан Пумба. Новые знакомые пожалели маленького львенка. Они начали ухаживать за ним, и очень быстро Симба выздоровел. Дни летели, Симба рос, забывая о свою семью и о том, кто он. Жизнь стала беззаботной и спокойной, совсем такой, как пел в своей песенке Тимон. «Теперь мне легко, я пойду далеко. Мне, может быть, пора, не стану я тужить. Я буду петь с утра и беззаботно жить». И только тогда, когда Симба смотрел на звезды, к нему возвращались воспоминания. Однажды на Пумбу напала львица. Симба бросился на помощь Пумбе, но вдруг понял, что львица ему знакома. «Нала, это ты?» – удивленно воскликнул Симба. «Симба? Ты жив?» – расплакалась Нала. Друзья обнялись, и между ними вспыхнули забытые чувства. Нала рассказала другу, какая печальная участь постигла в земле Прайда, когда королем стал шрам. Ненасытные гиены живут в свое удовольствие. Река пересохла, а львам угрожает голод. «Возвращайся! Ты наш король!» – взывала к Симбе Нала. «Нет, я не король!» – твердо заявил Симба. Нала ничего не могла поделать и ушла, а Симба остался один. Но мандрил Рафики нашел Симбу и рассказал ему о том, что он сын великого короля земель Прайда и должен унаследовать трон. «Твой отец живет в тебе!» – сказал Рафики и подвел Симбу к воде. Лев увидел в воде свое отражение и все вспомнил. Он отчетливо услышал, как отец говорил ему. «Симба! Ты король! Не забывай об этом!» Молодой лев поделился с Рафики своими переживаниями. Он хотел побыстрее забыть о прошлом, воспоминания о котором так ранили его. Мандрил убедил Симбу, что он не должен бежать от прошлого и что судьба всех обитателей земель Прайда зависит от него. «Верно! Нужно торопиться!» – решительно прорычал Симба. Немедленно секунды Симба поспешил к землям Прайда. Его друзья – Рафики, Нала, Пумба и Тимон последовали за ним. Симба убедился, что королем стал его дядя. Гнев переполнял молодого льва. Симба поднялся на скалу предков, на которой восседал Шрам в окружении гиен. «Ты жив?» «Вот это новость!» – растягивая слова, проговорил Шрам. «Да, я вернулся!» «Я сын Муфасы!» «Я законный король земель Прайда!» – решительно ответил Симба. Шрам гневно зарычал. Он коварно выманил Симбу на край скалы. Симба сделал слишком широкий шаг и повис над обрывом. «Где-то я уже это видел!» – с насмешкой пробормотал Шрам. «Открою тебе один секрет. Я так долго молчал, и мне нужно с кем-то поделиться. Ты не виноват в смерти Муфасы!» «Это я столкнул его со скалы!» Сердце Симба наполнилось гневом. В него вселилась сила десяти львов. Он собрал все свои силы, взобрался на скалу и бросился на Шрама. Отважная львица Нала повела за собой храбрых собратьев на бой с коварными гиенами. Тимон, Пумба и Рафики тоже участвовали в сражении. Битва была тяжелой и долгой, но друзья одержали победу. Испуганные гиены трусливо скрылись в расщелинах скал. Увидев это, Шрам попробовал улизнуть с поля боя. Но Симба бросился в погоню за ним. Оба льва оказались на краю скалы предков. Симба прижал Шрама к камням. «Пощади меня, ведь я брат твоего отца, я твой дядя!» Умоляющий простонал Шрам. «Беги, Шрам!» Снисходительно ответил Симба. «Беги и не возвращайся, если жизнь тебе дорога!» Но едва Симба повернулся к Шраму спиной, Дядя набросился на него. Этого Симба не мог простить. Он молниеносно увернулся и сбросил Шрама со скалы в лапы голодных гиен. Так завершилось царствование Шрама. Симба стал законным королем львом. Он был мудрым и справедливым правителем земель Прайда. Вскоре Симба и королева Нала стали счастливыми родителями. Рафики обсыпал новорожденного детеныша волшебной золотой пыльцой, чтобы львенок стал могущественным и сильным, и поднял малыша высоко-высоко, показывая королевского сына зверям. Обитатели земель Прайда собрались возле скалы предков, чтобы приветствовать будущего короля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова